привет мы начинаем серию видео о белоградском гамбите за белых начинается с ходов е4 е5 конь f3 и здесь мы будем разбирать систему со стороны русской партии конь f6 конь c3 конь c6 d4 шотландская партия ед конь d5 белоградский гамбит почему именно со стороны русской потому что на ход конь f3 конь c6 конь c3 черный могут не сыграть конь f6 и не получится дебют четырех коней тогда не получится шотландская партия тогда не получится белоградский гамбит потому что черные здесь могут сыграть слон c5 или слон b4 и тогда мы не получим того чего хотели поэтому лучше всего играть такое продолжение против русской конь f6 конь c3 конь c6 дебют четырех коней d4 е.д. да здесь также стоит отметить что может встретиться ход и слон b4 это тоже тема отдельного видео но чаще всего все-таки бьют е.д. и конь d5 белоградский гамбит прошлом видео белоградском гамбите мы рассматривали его со стороны черных там мы предлагали ход слон е7 здесь у черных вообще на самом деле очень много продолжений слон е7 конь d5 конь е4 конь b4 и в турнирной практике и на высоком уровне чаще всего играется слон е7 конь b4 черные готовы к этому варианту и хотят дать бой белым однако на любительском уровне чаще всего бьют принципиально конь е4 и мы начнем именно с этого хода идея вообще белоградского гамбита в том что черным без предварительной подготовки очень сложно будет играть это продолжение белые жертвуют вторую центральную пешку ради активности фигур и не поддающимся расчету осложнениям и так начинаем с хода конь е4 черные забрали нашу вторую пешку у них номинально две лишние пешки теперь е2 играют белые нападая на коня конь связан соответственно отступить не может и сильнейшее продолжение за черных здесь играть f5 потому что любой другой ход проигрывает партию немедленно то есть встречались и в базе партии ход слон е7 и слон b4 но опять-таки играть так не стоит потому что просто потеряется фигура если черные хотят на что-то рассчитывать нужно играть строго единственный ход f5 белый играет конь g5 надавливая таким образом на коня и здесь тоже черным нужно очень немало знать и основное продолжение здесь это играет d3 ход который в общем-то не напрашивается идея хода d3 в том что конь хочет стать на d4 и напасть на ферзя где-то при случае и на c2 но давайте поговорим о том что будет если черные не сыграют d3 в базе партии нередко играют допустим слон е7 черные хотят отдать долг и закончить развитие но это ход который показывает что соперник не знает теорию в этом случае следует конь е4 fe ферзи е4 при этом черные по-прежнему сохраняет лишнюю пешку делают рокировку и кажется что у черных все хорошо а белые отстают в развитии но после хода слон d3 мы нападаем на h7 провоцируя ход g6 но так играть нужно в любом случае слона 6 нападая на ладью ну и вообще в этой позиции у белых уже страшная инициатива и что делать с черным на отступление ладьи на е8 последует просто сильный ход рокировка и да у нас есть под рентгеном но мы ничего не боимся потому что на ход слон g5 нападая таким образом на ферзя и на слона следует просто сильный ход слон g5 и черные здесь проигрывают партию потому что на взятие ферзя мы тоже заберем ферзя и у нас здесь просто огромный перевес тому так играть не стоило в случае если слон бы отошел на f8 опять-таки нападая на ферзя и на слона здесь находится сильный удар ферзи е8 ферзи е8 конь f6 опять-таки черные проигрывают партию после хода слона 6 ладья не обязательно должна отступать на е8 может встретиться ход ладья f7 тогда допустим следует ход слон c4 создавая такой крайне неприятный рентген для черных король h8 допустим профилактика h4 идейный ход потому что сейчас король стоит под рентгеном у ладьи и идея белых вскрыть линию и опять-таки здесь огромный перевес у белых и скорее всего белые без труда победят после хода слона 6 мог встретиться ход и ладья f5 но допустим здесь может последовать ход конь е7 шах конь е7 ферзь d4 нападая на мат в один ход ладья f7 защитились 3 0 и опять-таки перевес на стороне белых белые побеждают ну слон c4 здесь не работает из-за хода d5 и черные уравнивают позицию поэтому просто три нуля и большой перевес после хода конь е7 могли черные побить и ферзи 7 тогда следует ферзи 7 конь е7 слон f5 конь f5 слон f4 и просто у белых материальный перевес и они скорее всего опять-таки побеждают в этой партии поэтому возвращаясь немножечко к изначальной расстановке белградскому гамбиту после хода конь е4 ферзи 2 f5 конь g5 играть слон е7 все-таки не очень актуально потому что быстро проиграют черные также нередко встречается ход слон b4 шах черные таким образом хотят упростить игру следует массовые размены конь b4 конь b4 конь е4 фе ферзи 4 ферзи 7 предлагая размен ферзей но это логично ферзи 7 король е7 слон g5 шах до черный сохраняет лишнюю пешку но проблема в том что у белых очень большая активность фигур скажем король f7 3 0 и здесь сильнее всего сыграть этот c5 защитить пешку на d4 но так никто не играл здесь например могло последовать допустим a3 прогоняем коня конь c6 слон c4 но позиция здесь у белых поприятнее два слона несмотря на то что у черных лишняя пешка очень хорошая активность фигур и большие шансы на победу но c5 никто не играл встречалась партия где игралась конь a2 а это уже ошибка потому что после хода король b1 напали на коня конь b4 ладья d4 напали вновь на коня съели пешку и в случае логичного отступления конь c6 чтобы было как раз таки в партии следует ладья в 4 шах и здесь черные скорее всего проиграют партию поэтому возвращаясь к ходу конь g5 сильнейшее продолжение здесь все-таки играть именно d3 любое другое продолжение ведет к неприятным последствиям для черных сильнейшее продолжение это бить cd потому что если бить ферзь d3 рушится вся идея белградского гамбита никакой связки больше нету следует ход конь g5 слон g5 ферзь g5 конь c7 шах допустим но мы этого не боимся после хода короля в 7 коня 8 d5 у черных все хорошо скорее всего они выиграют конь не спасается из-за шаха на е7 и играть наверное так не стоило белым поэтому после хода d3 сильнее всего бить именно cd основное продолжение конечно это играть конь d4 создавать свои угрозы напали на ферзя где-то висит на c2 при случае если дать шах на b4 то после хода конь b4 конь b4 de ну белые легко побеждают поэтому конь d4 ферзь h5 шах деваться некуда нужно играть g6 ферзь h4 пока что защитили коня сильнейшее продолжение это играть c6 прояснить ситуацию с конем в центре случае хода конь c2 опять-таки черные быстро проигрывают партию потому что после хода холоднокровного король d1 конь a1 de c6 допустим напали на коня здесь следует сильный ход ef и случае взятия коня ферзь d4 висит ладья и черным на самом деле здесь не позавидовать непонятно как им играть потому что на ладья g8 последует f6 cd f7 и здесь конечно белые быстро побеждают поэтому после хода ферзь h4 c6 сильнейшее продолжение прояснить ситуацию с конем следует dcd ed некоторые размены чаще всего черные играют слон g7 защищая коня на d4 и подготавливая ход h6 сильнейшее продолжение здесь как ни странно это играть король d1 объясню почему потому что в случае скажем слон d3 защититься от хода конь c2 черные сыграют h6 и белые на этом проигрывают партию потому что после хода коня в 3 последует коня в 3 шахом и на gf мы потеряем ферзя поэтому король d1 это профилактика отхода h6 отхода конь c2 и от шаха на f3 где-то при случае а 6 все равно следует коня в 3 и здесь уже у черных несколько возможностей первая возможность просто побить коня тогда следует ферзь d8 король d8 gf возникает неясная игра с обоюдными шансами с практической точки зрения результат примерно 50 на 50 в случае если не бить конем на f3 а допустим черный сыграет ферзь h4 тогда последует конь h4 висит в данный момент на g6 король f7 защитились слон е3 напали на коня здесь есть сильный ход у черных это f4 провокация взять на d4 нельзя забирать пешку на f4 потому что последует вилка слон d4 слон d4 слон d3 вновь напали на g6 плохо бить на b2 потому что после хода ладья b1 например слон f6 напали на коня конь g6 ладья g8 вроде неприятный рентген но после хода коня в 4 у белых больше шансов победить поэтому после хода слон d3 ладья g8 защитили на g6 d6 сильный ход грозит ход слон c4 и здесь возникает опять-таки неясная игра с обоюдными шансами после хода коня в 3 могли бы попытаться черные сыграть и b6 с идеей закончить развитие где-то тогда следует ферзь d8 шаг король d8 конь h4 вновь напали на g6 поэтому g5 конь g6 напали на ладью ладья g8 грозит поимка коня h4 случае чего мы можем сыграть h5 защитить коня f4 защита от разменов на g5 d6 сильный ход фиксируем пока что позицию в центре слон b7 конь е7 такой экстравагантный ход и здесь опять-таки возникает неясная позиция с обоюдными шансами вернемся немножечко назад к позиции когда слон вставал на g7 здесь мы можем посмотреть и другое продолжение случае если скажем черный сыграют конь c2 искушаться сделать вилку то это будет большая ошибка потому что после хладнокровного хода король d1 коня 1 ферзь d4 напали на ладью где-то под рентгеном и конь находится например ладья g8 d6 здесь огромный перевес у белых и белые скорее всего победят в партии где-то грозит ход слон c4 ладья е1 и черные просто сдаются помимо хода слон g7 и конь c2 может встретиться шаг на а5 в этом случае мы играем слон d2 ферзь а4 допустим с идеей выиграть ферзя белых тогда ферзь g3 сильнейшее продолжение после хода конь c2 шах сильно играть король d1 как ни странно вставать под рентген но тем не менее конь а1 шах b3 защитились ферзи 4 шах форсируется размен ферзей черным это на руку потому что у них материальный перевес слон b5 хитрый ход делают белые связывая пешку на d7 здесь если сыграть а6 после хода ладья е1 слон е7 d6 белые уже победили грозит мат в несколько ходов но она ладья же 8 потому что грозил ход слон c3 допустим ладья е1 шах король d8 здесь возникает неясная игра с обоюдными шансами фигуру белые все равно отыграют король слишком слабые фигуры пока непонятно когда выберутся поэтому здесь своя контр игра есть у белых и шансы есть у обеих сторон вернемся в изначальную позицию белградскому гамбиту подведем небольшой ток хода конь е4 хоть несомненно очень острый на любительском уровне этот ход встречается чаще всего поэтому мы начали именно с него здесь достаточно простая игра у белых в то время как черным нужно решать ряд сложных задач и если черные не готовы к этому варианту то они быстро проиграют партию следующих видео мы разберем ход и конь d5 и конь b4 и слон е7 за белых а у меня на этом все спасибо за внимание и до новых встреч ссылка на самостоятельный анализ будет в описании